В столице Узбекистана Ташкенте завершился второй день соревнований мирового тура по дзюдо. Арена Юнусабад была заполнена зрителями, которые пришли посмотреть на поединки звезд, поболеть за своих борцов и увидеть красочное выступление. После которого президент Международной Федерации дзюдо Мариус Визер и советник президента Узбекистана Адил Абдурахмонов дали старт поединкам. В весе до 63 килограммов Мегуми Харикава из Японии, ставшая в Ташкенте чемпионкой мира в прошлом году, довольно легко дошла до финала. Ее соперницей стала спортсменка из Мексики Приско Авити Алькарес. Харикава вновь завоевала золото, проведя невероятный бросок, закрепив свою любовь к Ташкенту еще одной медалью. Награды вручил президент Международной Федерации дзюдо Мариус Визер. Я очень счастлива, что снова завоевала здесь медаль. Это очень вдохновляет. Золотую награду в весе до 73 килограммов у мужчин завоевал Мураджон Юлдошев из Узбекистана, одолев соперника из Казахстана Даниора Шамшаева. Трибуны были в полном восторге после победы узбекистанского дзюдоиста. Награждение провел председатель Федерации дзюдо Узбекистана Азизжон Камилов. Это мое первое золото большого шлема. Я очень счастлив. Местные болельщики пришли поддержать нас. Они помогли мне завоевать медаль. Я очень счастлив. У женщин, действующая чемпионка мира Барбара Матич из Хорватии, встретилась с австрийкой Михаэлой Полерес. Проведя успешный прием на оценку в Адзе Ари, дзюдоистка из Австрии завоевала золото. Награждение провел глава судейской коллегии Международной Федерации дзюдо Армен Багдасаров. В этот день зрители на ташкентской арене Юнусабад увидели дзюдо мирового класса. На трибунах царила невероятная атмосфера. Столица Узбекистана в очередной раз доказала, что является одним из лучших мест для проведения соревнований под дзюдо. Завтра на татами выйдут тяжеловесы.